Ликвидирование свалок, содержание собак в специальных загонах или других закрытых помещениях, освещение улиц в темное время суток, отлов безнадзорных собак. Такая профилактика значительно уменьшит, а вероятно и исключит появление волков и медведей в городах, селах и деревнях. Минприроды Коми обращается к руководителям муниципалитетов и жителям населенных пунктов с просьбой соблюдать эти меры, ведь это в первую очередь в их интересах. Елена Кононова подробнее. Вот у меня очередной улов, волчок небольшой. Это один из последних трофеев профессионального охотника Игоря Вихристюка. Небольшой зверь попался в петлю недалеко от Сыктывдинских до Чувские зори. Молодой человек серого хищника выслеживает как раз в окрестностях столицы и точно знает, где какая стая бродит. Одна, например, которая насчитывает девять особей, хозяйничает возле Максаковки. Игорь вот уже год с небольшим охотится только на хищных зверей. Говорит, больше и спортивного азарта. Волк – очень умное животное. Ему не так просто обвести вокруг пальца. Здесь нужно иметь очень огромное терпение. Потому что я вот по себе знаю, вот вы месяц его ловите, два месяца ловите, три месяца ловите, а вы поймать-то не можете его. Ну не можете поймать, и все. Вот он вот останавливается за метр до вашей ловушки и обходит ее. Ну как тут руки не опустить? Поэтому большая часть охотников предпочитает ходить на рябчика или на лося. Но с конца 19-го некоторые все же поменяли предпочтение, когда за каждого убитого серого хищника республика стала давать по 20 тысяч рублей. Количество добытого волка увеличилось. Если в прошлом было 147 особей, то в этом уже на сотню больше. Вознаграждение получили 93 человека. И еще несколько десяток заявлений ждут своей очереди. В профильном ведомстве обещают, в 21-м году выплаты продолжат. Ведь звери снова и снова выходят к населенным пунктам. С наступлением холодов, с наступлением зимы активизировались выходы диких животных в населенные пункты. Отмечаются выходы как волков, так и медведей. Медведи и в основном те, которые еще не легли в спячку, шатуны. По всем выходам оперативно администрации сообщают. Мы принимаем решения, соответствующие приказы на регулирование численности. И подписываем, соответственно, вместе с охотпользователем, формируем бригады охотников, которые уже принимают меры. Министерство напоминает. Наша безопасность не только в руках охотника. В первую очередь мы сами не должны искушать хищника. Домашних питомцев нужно держать в закрытых помещениях. Помнить, собака на самовыгуле или на цепи – легкая добыча для волка. А властям населенных пунктов нужно ликвидировать свалки. Важно и хорошее освещение сел и деревень. И, конечно, оперативное реагирование. Едва кто-то завидит серого вблизи.